Здравствуйте! Я Анастасия Натальевич и команда нового городского телеканала «Первый Ростовский» выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов, главное это предвкушение весны и новое с марта. А также перенос нововведений и техосмотра с марта на октябрь. Ростов, главное это средняя зарплата жителей Ростова-на-Дону 39 600 рублей. Зарабатывать ростовчане стали больше, в этом уверяют чиновники и цифры статистики. А что говорят ростовчане? Ростов, главное это история, которая показывает, как важно во всем разобраться, чтобы делать выводы. Спасите, умирает от голода доберман и замерзают у львы. Такие душераздирающие посты разлетелись по всей стране в соцсетях и с геоданными о расположении циркового фургона под Ростовом. Зайти в фургон со львами отважилась наш корреспондент Олеся Слынько. И у нее сложилось свое мнение по поводу ситуации. Ростов, главное это продолжение массовой вакцинации от коронавируса, причем среди сделавших прививку уже губернатор. И проверка, как соблюдают санитарные требования ночные увеселительные заведения. Часы бьют полночь, но золушки из ночного клуба и кальяной не спешат. Ростов, главное это ростовский медуниверситет, который станет третьим в стране и единственным на юге России, где будут готовить клинических психологов и трехкомнатная квартира учителю года России. Ростов, главное это массовая авария с двумя большегрузами и два пожара, один из которых тушили почти сутки. Боевые коты и дорогое гостеприимство. Главные темы сводки городового. Ростов, главное это люди. Ростовчанин признан лучшим в России шеф-поваром авторской кухни. Его блюда вдохновляют. Да вот хоть режиссеров, так из зала ресторана он попал в фильм Кончаловского. Днем актриса, а ночью фридайвер, ну или наоборот Мария Казанкова приезжала в Ростов тестировать и продвигать гидрокостюм нашего производства. Ростов, главное это вылет из Кубка России и уход Еременко из футбольного Ростова. Баскетбольные победы над питерскими клубами, хоккейная неудача в плей-офф или победа Ростов-Дона над ЦСКА и начало сбора национальной команды у гонболисток. Ростов, главное это конец зимы. Или не конец, а погодь за окном в завершении программы. В предвкушении весны с понедельника начинается, а вместе с мартовским настроением приходит новая в общественную жизнь. Высаживать детей из общественного транспорта теперь нельзя. Новый закон вступит в силу уже с 7 марта. Он защитит подростков до 16 лет. Высадить ребенка будет нельзя, даже если он не оплатил проезд. Необходимость поправок вызвана резонансными случаями, когда водители или кондукторы высаживали школьников из автобусов за неоплаченный проезд, в том числе и зимой в морозы. Еще один закон, который изменится в марте, коснется защиты персональных данных. Теперь сведения, которые мы оставляем в интернете, например, при онлайн-покупках, по умолчанию распространять нельзя. Какая именно информация о человеке может стать публичной, он будет решать сам. Еще хорошая новость для держателей карты миром. Ее обяжут принимать всех продавцов и агрегаторов, оборот которых за прошлый год составил от 30 миллионов рублей. А вот электронные диагностические карты и фотофиксация переносятся с марта на октябрь. Правительство страны решило реформу техосмотра отложить. Ситуация с пандемией, по словам премьера, улучшается, но еще далека от идеальной. А нововведения в первое время могут пойти с неполадками, такими, например, как очереди. В то же время наш регион к нововведениям полностью готов. Давайте посмотрим, к чему готовится водителям и по каким правилам будет проверять автомобили на исправность теперь уже через 7 месяцев. Контроль технического осмотра усилят. Следить за соблюдением правил будет ГИБДД через единую автоматизированную систему. А право проводить техосмотры получают сервисы, которые прошли аккредитацию и имеют доступ к электронной базе. Весь процесс будет отображаться в режиме реального времени. Новшеством является это то, что до начала технического диагностирования будет произведена фотофиксация транспортного средства. На фотографическом изображении будут находиться координаты транспортного средства, время его прибытия на пункт технического осмотра. Вот это самые основные моменты. На выезде транспортного средства точно так же будут фиксироваться координаты, время и место. Планируется, что так можно отследить реальность прохождения техосмотра и избавиться от серых схем, когда водители покупают диагностические карты для оформления ОСАГО и даже не заезжают на сервис. При этом, по официальным данным ГИБДД, больше 2% смертельных ДТП случаются из-за неисправности автомобилей. Изменить ситуацию должен новый порядок проверки машин. И наш регион к нововведениям готов. На сегодняшний день у нас в Ростовской области 131 пункт, где можно осуществить поведение технического осмотра. И практически за последние 2 года это количество увеличилось на 20 пунктов. И количество транспортных средств, которые проводились в прошлом году, порядка 800 тысяч машин. Справиться с такими и большими объемами сервисом под силу, однако водителям лучше заранее определиться с местом прохождения техосмотра. В целях экономии вашего времени и предотвращения образования очередей на пунктах технического осмотра, Государственная инспекция безопасности дорожного движения просит вас заблаговременно определиться уже с местом проведения технического осмотра и подать заявку на электронный сайт данного оператора технического осмотра. На все вопросы готовы ответить в информационном колл-центре ГИБДД. По телефону горячей линии можно уточнить адреса аккредитованных сервисов и записаться на техосмотр. При этом новые правила вступят в силу не с 1 марта, как предполагалось, а с 1 октября. Виктория Щетинина, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Зарабатывать ростовчане стали больше, в этом уверяют чиновники и цифры статистики. Средняя зарплата жителей Ростова-на-Дону в 2020 году – 39 600 рублей. А вы заметили рост доходов? Появились излишки или все еще не хватает? Послушаем, что говорят ростовчане. Ростовчане Ощутили ли вы, что доходы ростовчан подросли? И как вы считаете, какая зарплата должна быть, чтобы достойно жить? Девушка, конечно, не ощутил. Но, я так думаю, сотка, не меньше. В нашем домском регионе, думаю, что в последнее время зарплаты подросли. А в среднем, думаю, что статистически для нормальной жизни – это 50-60 тысяч. Я считаю, что в пределах 80 тысяч. На ваш взгляд, подослили доходы ростовчан? И какая вообще нужна зарплата для нормальной жизни? Ну, я думаю, что года от года жизнь все-таки улучшается, я бы так сказал. И становится лучше. А какая должна быть, думаю, да конкретно если для Ростова говорить, то 60, наверное, будет нормально. Будет прям шикарно. Конкретно мой подрос. Но если говорить о большей части населения, то, конечно же, нет. Я общаюсь со многими, больше 20 тысяч никто не получает. Как вы считаете, какая нужна зарплата для нормальной жизни? Если у вас свое жилье, вы живете вдвоем, без детей, то там 50 тысяч рублей, чтобы какие-то потребности закрывать. А если уже семья, а нет жилья, его новую ипотеку, ну, наверное, порядка 70-100 тысяч рублей – это адекватно. Сложно сказать. Я, честно говоря, не ощутил доходов. Ну, а средняя зарплата, я не знаю, здесь тысяч 50 надо, при данной нашей жизни. Ну, что еще можно сказать? Хочется, чтобы жить лучше. И все. История, которая показывает, как важно во всем разобраться, чтобы делать выводы. Спасить и умирает от голода доберман и замерзают львы. Такие душераздирающие посты разлетелись по всей стране в соцсетях с геоданными о расположении циркового фургона под Ростовом. О том, что они издеваются над животными, ростовские дрессировщики узнали от своих знакомых. Утверждают, что все их артисты не отобранные по акробатическим параметрам животные, а спасеныши. Двоих львицы хотели усыпить, а последний не нашлось места в зоопарке. В фургон со львами отважилась зайти наш корреспондент Олесе Слынько, и у нее сложилось свое мнение по поводу ситуации. Подруга была в чалтере и слегка заблудилась. Благодаря этому обнаружила очень худого добермана. Собака до сих пор в прицепе. Прицеп не отапливается. Нашелся дворник, который рассказал, что в цирковом фургоне еще три льва. За месяц их кормили только два-три раза. Вот так случайная прохожая, дворник и те, кто это опубликовал, начали травлю семьи ростовских дрессировщиков. Когда наша группа приехала на место, там уже была полиция. Я написала все соцсети, которые только возможно было написать. И на фейсбук, и в инстаграме. Я поднялась полного Черкасска, полного Ростова. Дело до депутатов. Но вы же не видели, что там на самом деле происходит? Нет. Я просто повидела собаку. Причиной агрессивного поста, как считают дрессировщики, стал отказ хозяина показать постороннему человеку собственных львов, которые в это время ели. Она сказала, почему вы не разрешаете, я хочу посмотреть. Потому что кушать, соответственно, это опасно. Видимо, после этого она обиделась, сняла видео, скинула. Мы тоже буквально увидели во все группы, что умирают животные, голодные, сюда никто не приезжает. После этого дрессировщиков обвинили в плохом отношении к животным. Но Мария и Бигзот удивляются. Как же они могут издеваться, если сами спасли добермана Конора от усыпления? А пока перерыв в гастролях, пес охранял фургон. А дома у семьи маленький ребенок. Почему он, да, вот говорит, худой, все дела, да? Его надо листогонить. А? Порода такая. Доберман, доберман. Это, во-первых, порода такая. Это, во-первых. Во-вторых, надо каждое три месяца листогонить. А раньше листогонить категорически нельзя. Почему? Потому что печень сажает. А вот так выглядел доберман всего месяц назад. Что касается львов, фургон открыли. Но посмотреть на замерзающих никто, кроме нашей съемочной группы, не захотел. Маня, иди сюда, девочка моя. Иди, моя девочка. Иди, погладь, погладь. Иди сюда. Маня, Маня. Маня. Она самая добрая у нас девочка. Раньше Маня работала реквизитом у фотографов. И кормили ее плохо, чтобы она как можно дольше казалась львенком и умиляла детей. А когда все-таки подросла, владельцы решили ее усыпить. Она вот столько была. А шесть месяцев она должна быть вот такие, большие, огромная. Дрессировщики выкупили львицу, и чтобы поправить ей здоровье, залезли в долги. Похожая история и у Шеллы. Шелла, Шелла, иди сюда, покажи себе, моя девочка, покажи. Видите, ухо поломано, да? Ухо. Это оттуда, тоже с Крыму. И хотели ее усыпить. Купили укол себе. Говорит, я его сейчас буду усыплять. Я говорю, зачем отдай мне? Нет, не отдам, продам тебе. Сейчас артистки съедают по шесть килограммов мяса в день каждое, уверяет хозяин. Никак не три раза в месяц. Иначе сил на гастроли не хватит. Четвероногие артисты провели вынужденном простое полтора месяца. Им сейчас гулять на улице очень холодно, поэтому дрессировщики стараются удержать в вольере температуру до комфортных плюс 15 градусов. Но уже в середине марта хищники снова выйдут на арену цирка. Когда потеплеет, львов выпустят в летний раскладной вольер. Зоозащитники их так и не увидели. А вот добермана в конце концов забрали. Я предлагаю человеку забрать собаку. У меня дети ветеринары. При себе собаку в нормальном состоянии постараться найти заводчика и пристроить собаку в хорошую, надежную семью. Полиция. Бесконечные звонки со всей России так измотали дрессировщиков, что они решили своего пса отдать. Месяц без проблем. Также можно посмотреть вот в инстаграме. Собаку забрали, а в благодарность передали на федеральный телеканал кадры с формулировкой. Хозяин запер пса в фургоне, сам сбежал, а внутри продолжают гибнуть животные от голода и холода. Сотрудники полиции проверяют поступившую информацию. Проводится проверка. Согласно статье 22 федерального закона об ответственном обращении с животными, вступил в силу также с 1 января 2020 года. Дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим законом, подлежат конфискации. Есть нарушение или нет, покажет проверка. Дрессировщики боятся потерять львов и надеются, что расследование будет объективным, без лишних эмоций. Олеся Слыньков, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Есть и приятные новости в сети. Белого медвежонка из ростовского зоопарка показали в следующей серии фильма «Родился и расту». Будущему хищнику уже три месяца и он активно играет с мамой кометы. Северную идиллию в Южном Морозном городе заметила через интернет наш корреспондент Екатерина Лободина. Она в студии готова рассказать, чем еще заинтересовались ростовчане в сети. Также активные ростовчане обсуждали спасение утенка и катание на коньках на Соленом озере. Подробности расскажу прямо сейчас. Пост милоты белая медведица-комета воспитывает трехмесячного малыша. Она его нежно обнимает, а он пытается играть, постоянно забираясь на маму и скатывая с нее. Пользователи тут же оценили видео зоопарка. Какая прелесть, побольше бы таких новостей. Уже подрос и стал похож на мишку, пушистый и до мамкиных ушей добирается. Хотя нашлись и те, кого возмутило вторжение в личную жизнь. Медведи вряд ли давали разрешение на съемку. А кто-то еще более угрюмый заметил. Это было бы мило, если бы они так у себя дома на природе играли. А когда в неволе, это сомнительное счастье. Эх, такие кадры нытьем испортил. Следующая новость о спасении утенка. На этот пост конкурент предыдущего медвежьего по мимимишности названия самой милой новости дня. Птенец запутался в водорослях и мог замерзнуть, но его вовремя заметили сотрудники МЧС. Водолаз освободил птенца и выпустил на волю. Многие комментаторы благодарят за такие добрые публикации и просят рассказывать о подобных случаях больше. А самые нервные взволновались будущим спасенной птицы. Будем надеяться, что утенок нашел своих близких и сейчас с ними. Соленое озеро превратилось в ледовый каток. И ростовчане приехали туда кататься на коньках. Очевидец снял видео и задался вопросом. Выглядит интересно, но безопасно ли? И тут же получил ответ. Там лед очень слабый, хотя и кажется толстым. Это очень опасно. Не советовало бы ребятам там кататься и ходить по нему. Кто-то заметил, наверное, они не могут дождаться, когда построят ледовую арену. Как новость об этом узнали, так сразу на радостях побежали на хоккейную тренировку. Такой улов интернет-новостей на этой неделе. И так далее. Ростов главное – это продолжение массовой вакцинации от коронавируса, причем среди сделавших прививку уже губернатор. И проверка, как соблюдают санитарные требования ночные увеселительные заведения. Часы бьют полночь, но золушки из ночного клуба и кальянной не спешат. Ростов главное – это ростовский медуниверситет, который станет третьим в стране и единственным на юге России, где будут готовить клинических психологов и трехкомнатная квартира учителю года России. Ростов главное – это массовая авария с двумя большегрузами и два пожара, один из которых тушили почти сутки, боевые коты и дорогое гостеприимство. Главные темы – сводки городового. Ростов главное – это люди, а ростовчанин признан лучшим в России шеф-поваром авторской кухни. Его блюда вдохновляют. Да вот хоть режиссеров, так из зала ресторана он попал в фильм Кончаловского. Днем актриса, а ночью фридайвер, ну или наоборот Мария Казанкова, приезжала в Ростов тестировать и продвигать гидрокостюм нашего производства. Ростов главное – это вылет из Кубка России и уход Еременко из футбольного Ростова, баскетбольные победы над питерскими клубами, хоккейная неудача в плей-офф или победа Ростов-Дона над ЦСКА и начало сбора национальной команды у гонболисток. Ростов главное – это конец зимы. Или не конец, а погодь за окном в завершении программы. Один город и пять районов в зеленой коронавирусной зоне, три города и девять районов в красной, остальные в желтой. Такова расцветка санитарной карты Ростовской области на этой неделе. Хорошая ситуация в Каменске-Шахтинском, Дубовском, Кубишевском, Сальском, Уздонецком и Целинском районах. Ростова, как видим, здесь нет, он в желтой зоне с удовлетворительной оценкой обстановки. Ну а плохо в этом плане в Азове, Батайске, Гукове и также в Багаевском, Ягорлыкском, Зерноградском, Когольницком, Каменском, Мясниковском, Пролетарском, Тарасовском и Тацинском районах. Эта светофорная карта введена для того, чтобы можно было снимать или смягчать пандемийные ограничения точечно по территории. Эпидситуация оценивается по следующим параметрам. Загрузка коечного фонда, заболеваемость COVID на 100 тысяч населения, заболеваемость вне больничной пневмонии, уровень тестирования, процент использованной вакцины, соблюдение ограничений. И в Ростове заработал второй мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в Терции Сокол на проспекте Стачки. Ранее мобильный пункт вакцинации открыли в ТРК «Золотой Вавилон». Кроме того, прививочные кабинеты работают в городских поликлиниках. Губернатор привился от коронавируса. Как сообщает пресс-служба главы региона, Василий Голубев уже прошел оба этапа вакцинации. Чувствует себя хорошо. Антиковидные ограничения по ночной работе развлекательных заведений смягчены в феврале. Можно принимать отдыхающих до полуночи, но кое-кому этого мало. Ровно в полночь вышла в рейд наша съемочная группа в составе группы из департамента Патрепрынка. Нашла массу гуляющих в кальянной и ночном клубе в центре Ростова. На часах начало первого ночи, а веселье в этом заведении продолжается по полной. Специалисты департамента спокойно заходят в кальянную в самом центре города. И такое впечатление, что работники здесь понятия не имеют об антиковидных ограничениях. Музыка продолжает звучать в прямом смысле слова, но в переносном играть ей в этом заведении с таким подходом недолго. Здесь нарушаются сразу несколько постановлений и законов. Ну первое, конечно, уже упоминавшиеся антипандемийные ограничения по времени. Здесь их как будто нет. Второе, в России можно открыть кальянную, но только без общепита. А тут кухня работает. Ну и третье, все работают без масок. Об этом, наверное, и повторять не нужно. Музыка Нарушения зафиксированы, отправляемся дальше. Следующая наша остановка, ночной клуб, тоже практически в центре. По данным департамента, потребрынка здесь сегодня намечена вечеринка. И действительно, на входе в заведение полно людей. В основном это молодежь, мягко говоря, нетрезвого вида. Внутрь пускают только по предварительному звонку и предоплате. Об этом говорят собравшиеся. Но как только охрана видит съемочную группу, двери заведения закрываются для всех. И проникнуть не удается ни нам, ни проверяющим. Но от наказания владельцам заведения не закрыться. Ответственность предусмотрена как предупреждение, так и административный штраф. Но это уже все в рамках рассмотрения судебного дела. Кстати, это заведение предупреждением вряд ли отделается. Ведь внутрь попасть не удалось даже сотрудникам полиции. Иван Полихин, Виталий Ступаков, Первый, Ростовский. Ростовский медуниверситет станет третьим в стране и единственным на юге России, где будут готовить клинических психологов. Новый факультет откроется в новом учебном году. Желающим поступать уже можно готовиться, делая упор на биологию. Задачей будущих специалистов будет помощь пациентам и медикам, как сейчас говорится, на передовой. Непосильные нагрузки, неудобная одежда, а главное, постоянно рядом боль и смерть. К тому же работающим в ковидных госпиталях врачам приходится надолго расставаться с родными, чтобы не подвергать их риску заражения. В итоге спасать сегодня нужно не только пациентов, но и медиков от эмоционального выгорания. Они действительно внутренне переживают потерю каждого пациента. И именно это сегодня заставляет нас по-другому посмотреть на психологическую службу в практическом здравоохранении. Опустошенным медикам будут помогать клинические психологи. Для их обучения в Ростовском медуниверситете откроется 12-й по счету факультет клинической психологии. Пока такие есть только в Москве и Питере. Пять с половиной лет будет подготовка медицинского психолога. У нас колоссальные возможности подготовить медицинского психолога, мы ведь врачей готовим. То есть в принципе это у нас естественный процесс. Мы постарались привлечь специалистов в области психологии. У нас таких специалистов штатных в большом количестве не было. У нас был небольшой курс медпсихологии для врачей. Вот поэтому мы факультеты открываем. Обучение на нем уже называют ювелирным. Ведь аудиториями во многом станут палаты. Рассказывает завкафедры общей клинической психологии Зинаида Брежак. Студенты будут вести пациента от и до по всей истории болезни. Помощь клинического психолога будет предельно важна. Когда, например, нужно настроить пациента с серьезным диагнозом, лечиться. А иногда и бороться за жизнь. Безусловно, это детство. Дети, которые страдают разного рода онкологическими заболеваниями. Именно клинический психолог должен сопровождать процесс лечения как ребенка, так и его родственников, которых надо научить жить с этим диагнозом. Это пациенты, перенесшие операции по трансплантологии внутренних органов. Аналогично. Их надо научить жить в новых для них условиях жизни. Это работа, безусловно, не хирурга-трансплантолога, а психолога. Набор студентов на новый факультет начнется в сентябре. При поступлении надо будет сдавать русский язык и биологию. Плюс на выбор – общество знания или математику. В группах будет всего по 25 человек. Татьяна Цепелева, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Трехкомнатную квартиру в Ростове получил победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». Жилищный сертификат Михаилу Гурову вручил губернатор. Михаил Николаевич, я хотел поздравить тебя с этой замечательной победой. Ростовская область, которая имеет хороший уровень подготовки детей, специалистов и в школах, и в высших учебных заведениях, среднетехнических заведениях. А твоя победа – это такой сигнал, что мы регион, где высокий уровень образования. Я удивлен и поражен, я просто в шоке, что моя победа так высоко отсидена. Хотя, конечно, победа, она отнюдь не моя личная. Это победа всей системы образования Ростовской области. Спасибо, Михаил Николаевич. Михаил Гуров преподает математику в Ростовском лицее КЭО. Благодаря его победе наша область примет в сентябре финал конкурса «Учитель года России-2021». Ростов-Главное – это массовая авария с двумя большегрузами и два пожара, один из которых тушили почти сутки. Боевые коты и дорогое гостеприимство – главные темы сводки городового. Ростов-Главное – это люди, а ростовчанин признан лучшим в России шеф-поваром авторской кухни. Его блюда вдохновляют. Да вот хоть режиссеров, так из зала ресторана он попал в фильм Кончаловского. Днем – актриса, а ночью – фридайвер, ну или наоборот – Мария Казанкова приезжала в Ростов тестировать и продвигать гидрокостюм нашего производства. Ростов-Главное – это вылет из Кубка России и уход Еременко из футбольного Ростова. Баскетбольные победы над питерскими клубами, хоккейная неудача в плей-офф или победа Ростов-Дона над ЦСКА и начало сбора национальной команды у гонболисток. Ростов-Главное – это конец зимы. Или не конец, а погодь за окном в завершении программы. Массовая авария с двумя большегрузами и два пожара, один из которых тушили почти сутки. Боевые коты и дорогое гостеприимство – главные темы сводки Ростовского городового. Подробности у Лидии Романченко. Ростовский городовой следит за происшествиями, а самым заметным в хронике этой недели готова доложить прямо сейчас. Здравствуйте. И снова пожар на рынке. На этот раз огонь вспыхнул утром в пятницу на рынке Геркулес. Это на улице Лилюшенко. Буквально за считанные минуты выгорели несколько ларьков с рыболовными снастями. На пожаре площадью 50 квадратных метров работали три десятка спасателей с помощью семи единиц техники. Тушить огонь начали в половине десятого. Уже через 10 минут его удалось локализовать, а полностью ликвидировать за два часа. Пострадавших нет. Причина возгорания и материальный ущерб предпринимателям устанавливаются. Но самым крупным пожаром на этой неделе стало возгорание на складе полимерной пленки в шахтах. Тушили его почти сутки. Кадры с места ЧП напоминают фильм «Катастрофу». Черное густое облако дыма поднялось в полдень четверга над городом. В поле тоже пошло все дымиться. Это уже такие. Полностью рабочий цех уже дымится. Коптел небо склад на территории Химпэка. Предприятие занимается производством полимерной упаковки. Как сообщило МЧС, пожар возник в отдельно стоящем здании. Людей внутри не было, так что эвакуация не потребовалась. На пожаре происходит горение рулонов свернутой полиэтиленовой пленки. Здание старого года постройки частично эксплуатируется, частично не эксплуатировано. Поэтому происходит обрушение кровли технического этажа. Горение происходит внутри полиэтиленовой пленки. Работают силы средства от МЧС, от РЧС. В тушении задействованы 65 человек и 22 единицы техники. На место ЧП прибыли и сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Оказалось, что предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена. Спустя 3,5 часа огонь был локализован, но борьба с огнем продолжалась всю ночь. Лишь к 7 утра основное пламя удалось сбить. В центре здания, где ранее произошли обрушения, имеются отдельные очаги горения пленки, остатка пленки. Также под этим местом имеется достаточно большой подвал, в который расплавленные остатки пленки стеклись и также там происходит внутригорение. Работа пожарных осложняла состояние здания. Высокой температуры не выдержали фермы под крышей и потрескались. Полная ликвидация пожара объявлена в половине 10 утра. Массовая авария случилась в четверг утром в районе Меги. Зрелищи пугающие, так что сразу успокоил люди, не пострадали. А вот легковым машинам пришлось нелегко. Как сообщает ГИБДД, перед светофором КАМАЗ с прицепом не выдержал дистанцию и зацепил попутный Ларгус. Сам на этом не остановился, зато остановились перед ним на светофоре еще один КАМАЗ с прицепом и Тойота. В него-то и въехал грузовик, впечатав легковушку под прицеп. Людей спасли сработавшие подушки безопасности и пристегнутые ремни. Очень доверчивый ростовчанин пострадал от излишнего гостеприимства. Привычка оставлять входную дверь открытой стоила ему 20 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Искать вора далеко не пришлось. Деньги прикарванил 33-летний сосед. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по городу Ростов-на-Дону увидели двоих подозрительных мужчин, которые при виде полицейских попытались скрыться. Стражи порядка задержали граждан и доставили в отдел. И в завершении первое правило кошачьего бойцовского клуба – не устраивать бои на потолке. Но двое его нарушили. Накал этой схватки не выдержал потолок маленького ростовского магазинчика. Коты с активированным режимом берсерка посыпались прямо на полке с хмельным товаром. Перепуганные женщины бросились в рассыпную, а в бой включился еще один участник более тяжелой весовой категории. Вспомнив приемы футбольного кунг-фу, мужчина одним махом отправил шерстяного соперника в угол, а затем и на улицу. После чего чемпион стал подсчитывать ущерб. На этом у меня все. До встречи. Автор блюда – творец не меньше автора романа или песни. Ведь он не просто смешивает что-то с чем-то и запекает, а постоянно придумывает, добавляет по вкусу, досыпает на глаз, пробует, ищет. Бывает даже в лесах и полях. Из таких – ростовчанин Максим Любимов. Он признан лучшим в России шеф-поваром авторской кухни. Его блюда вдохновляет. Да вот хоть режиссеров. Так из зала ресторана он попал в фильм Кончаловского. Как постоянно готовить что-то новое, от мастера узнала Вера Данилиди. С первых минут общения понятно, что самый главный судья для Максима Любимова – он сам. И хотя творить на кухне уже почти 15 лет, своего идеала пока не достиг. Когда я буду понимать, что я все делаю идеально и буду постоянно доволен результатом, тогда, может быть, и буду считать. Мне сложно оценивать себя как лучшего шеф-повара. И тем не менее он лучший в России шеф-повар авторской кухни по версии премии «Пальмовая ветвь». Его путь к успеху – не хвалить себя, а постоянно искать ошибки. И так двигаться к кулинарному совершенству получится намного быстрее. Каждый день – тысячи открытий на кухне и столько же провалов. Максим уверен, важно не повторять блюда, постоянно создавать новые. А вдохновение и ингредиенты можно найти, например, в лесу. Например, весной мы постоянно ездим, собираем сами все травы, все цветы, все ягоды. И в полях, в лесах мы делаем открытия, мы находим что-то новое, что до этого мы не пробовали, не видели, не знали. Начинаем это изучать, прорабатывать, пробовать, подвергать различным экспериментам, так сказать. В блюдах Максима Любимова по его расчетам 100% баланса – как эстетического, так и вкусового. Кстати, в юности он присматривался к профессии дизайнер. И теперь создает этот дизайн на тарелках. Очередная подача угощений в ресторане закончилась съемками в кино «Дорогие товарищи». Были в гостях Юлия Высоцкая и Андрей Сергеевич Кончаловский. Они как раз искали актеров для своего нового фильма. Они ездили в Новочеркасск, в Ростов. Ну и вот они у нас обедали. Я с ними сидел, рассказывал про блюда. И, видимо, внешность подошла. И Андрей Сергеевич пригласил меня на съемку. А во время нашей съемки Максим успел проверить вкусовые качества своего авторского десерта «Бузина» в исполнении других поваров. Мне кажется, по текстуре все отлично. По кислотности тоже все хорошо. Может быть, немного больше ягод бузины можно положить. И пусть есть где прибавить, для коллег лучший шеф-повар авторской кухни – скорее кулинарный вдохновитель, а не критик. Потому что я хороший, да? Спасибо. Вера Данилиди, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Днем актриса, а ночью фридайвер. Ну или наоборот. Два таких разных занятия совмещает Мария Казанкова. И делает это успешно. В сериалах она известна по «Бедной Насте» и «Хозяйке тайги». А по фридайвингу вообще чемпионка мира. Да тут надо пояснить, для тех, кто не в курсе, фридайвинг – это подводное плавание без всяких аквалангов и трубок с задержкой дыхания. А заговорили мы о Марине Казанковой, потому что она приезжала в Ростов тестировать и продвигать гидрокостюм нашего производства. Костюмы ростовского производства, известные в стране фридайверы, используют давно. Но все-таки бренд не так раскручен, как иностранные. И Марина Казанкова, актриса и чемпионка мира по фридайвингу, которая на одном дыхании проплыла под водой 152 метра, решила стать амбассадором нашей компании. Марина убедилась на месте – здесь действительно крупнейший склад неопрена в Европе и передовые технологии. «Я была на фабриках в Италии, но такого разнообразия неопрена, такого большого склада и самого производства я не видела. Это невероятно увлекательно». «Мы делаем костюмы не просто по стандартным меркам, а по индивидуальным меркам, то есть учитывая каждые особенности фигуры, дизайн, возможности этого спортсмена, условия погружения. Поэтому получается костюм буквально идеальный, единственный в мире». «Такая прямо нежная, прям хочется вот так, как и присутствовать. Прелесть». Экспериментальная версия гидрокостюма – подарок гости. И тут важно не просто одеть фридайвера по размеру, а буквально обтянуть его. «Для спортсменов костюма они не являются того размера, как человек. Это оболочка, но гораздо уменьшенной копией. И при расчете фридайверского костюма нужно закладывать такие понятия, чтобы не задушить спортсмена, но придать мышцам компрессию». «Этот подарок не из тех, что передаривают. Марина тут же проверяет, может ли модель из бюджетного неопрена конкурировать с костюмом из самого дорогого материала. «Результат порадовал. Скольжение на полтора метра дальше. Погружение на дно – на несколько секунд быстрее». «Марина погружалась в этом костюме вообще без груза. А это молодость. Девушка крайне спортивная. И если бы на ней были ласты, я бы за ней не угнался. Причлось бы брать буксировщик». А в перерывах между тестами спортсменка становится актрисой и анонсирует новые роли. «Это сериал «Заповедный спецназ», где я играю обратного персонажа от того, что я играла в «Хозяйке Таги». В «Хозяйке Таги» я была егерем, правильной, которая охотилась на браконьер. Сейчас я играю в браконьершу». В планах Казанковой новый рекорд Гиннеса. В 2018-м она попала в книгу, исполнив подводный танец длиной в 3 минуты 15 секунд. Теперь это будет новый танец или йога-мостик. Татьяна Цепелева, Наталья Самойлова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Вылет из Кубка России и уход Еременко у футбольного Ростова, баскетбольные победы над питерскими клубами, хоккейная неудача в плей-офф или победа Ростов-Дона над ЦСКА и начало сбора национальной команды у гонболисток. Моему коллеге Льву Клинову предстоит сложный выбор. Лева, что же все-таки главное на уходящей неделе в Ростове спортивном? Настя, да, на самом деле тем очень много. Но выбрать главное легко, ведь сборная России не так часто у нас бывает. Поэтому предлагаю вспомнить, как начинался ростовский недельный тренировочный цикл. Ростов – мека гонбола. Слово это не наше, а президента Федерации Гонбола России Сергея Шишкарева. Он открыл тренировочный сбор национальной команды в Ростове представлением команде нового главного тренера, наставника Лады Алексея Алексеева и тренерского штаба с консультантом Евгением Трифиловым. Задача – отобраться и взять медали на Олимпиаде в Токио. Так тепло приветствуют Вяхереву напарницы по сборной. Да, Ане им очень не хватало на евро. Теперь впереди Олимпиада, и ее никак нельзя провести в холостую. Мне уже немножко много лет, и я бы не хотел, чтобы каждый год проходил у меня в холостую, как он у меня сейчас проходит. Некоторые сидящие об этом знают. В холостую – это без медали. Так что, уважаемые олимпийские чемпионы, сняли с себя, знаете что, положили. Ну, до июня, июля месяц. Нет, выбрасывать ни на него. Так доходчиво консультирует девушек Евгений Васильевич. От него здесь требуется только опыт и умение зарядить. А участия в руководстве играми и тренировками он принимать не будет. Этим займутся Алексей Алексеев, олимпийская чемпионка Ольга Акопян и помощник Юхансена Томаш Хлавати. Трудностей перевода в этом коллективе точно не будет. Мне надо говорить на русском, тогда я попробую все сделать на русском, и когда будет какая-то проблема, или задержусь, тогда посмотрю на девочки, что могут приводить, и я расскажу на английском, или я думаю, больше будет на русском. Я стараюсь. Ну, а игроков от нашего клуба 9. Явно прибавила уверенности в себе Галина Габесова. После недавнего коронавируса шансов зацепиться за этот сбор было немного, но быстро вернувшись, вратарь свой шанс спасла. Приболела немного, переболела, слава богу, все хорошо. Сначала было немножко тяжеловато в физическом плане, но сейчас уже, да, вот с дыханием непосредственно, сейчас уже вроде бы все хорошо. И вот, как ни странно, после такой игры напряженной, фактически, да, всю игру провела, и чувствую себя прекрасно. Обычно бываешь разбитая немного, но я думаю, что это зависит от результата все равно. Она в последнее время показывает просто сумасшедшую игру, поэтому я думаю, что она вполне достойна вызова сборную. Плюс к тому, что я неоднократно говорил, что я не отделяю защиту от вратаря. То есть гол пропускает команда. Просто ошибку защиты может исправить вратарь, ошибка вратаря не исправит уже никто. Новый главный планирует направить ростовское время на вариативность защиты. А тут уж Сень, Макеева и остальные ростовчанки – большие мастера. Ростов – это мека гонбола российского женского. Это действительно и базовый клуб нашей сборной. Это прекрасная гонбольная традиция, инфраструктура, на которую очень удобно готовиться. Сбор продлится до 28 февраля. О загадочной и все время чего-то ищущей русской душе рассказывают иллюстрации к идиоту, братьям Карамазовым, преступлению и наказанию. Образы героев Достоевского разместились в Музее изобразительных искусств на Пушкинской. Графические листы впервые покинули запасники музея в год двухсотлетия писателя. Достоевский – это и новый Гоголь, и пророк, и русский Данте, как его только не называли. Но тайна заключается в том, что он писал вообще русскую душу. И русский, оставаясь собой, не может остаться вне Достоевского. Есть в Петербурге довольно странные уголки. Они и сегодня, как во времена Достоевского. Алексей Ушин иллюстрирует роман «Идиот». И здесь они на равных. Главный герой – князь Мышкин. И город мрачный и мистический. Это город, который таит в себе свет и тьму. Этот город, который дарит и который отнимает. Этот город, в котором есть тепло и есть пронзительный ветер на всех углах. И вот этот мастер черно-белый, он никогда не работал в другом варианте. И вот здесь свет и тьма, они сталкиваются. Мы решили делать не межмузейный проект, а выставить именно свои фонды. Потому что у нас прекрасная коллекция графики, которую мы не представляли зрителю. То есть кроме Фаворского, который уже был у нас представлен на выставке, все остальные графические листы, они первый раз покидают наши запасники. Федор Константинов сделал маленькие сфокусированные иллюстрации к преступлению и наказанию. Здесь раскольников в Сибири, когда они вместе с Соней сидят на берегу и часами смотрят в бесконечные дали. Всего 34 работы на этой камерной выставке. Вот неточка незваного Михаила Ройтера, братья Карамазовы Андрея Гончарова и один из самых узнаваемых портретов Федора Михайловича. Его Фаворский выполнил в 1929 году. Я напомню вам, что графика, советская графика, это абсолютно авторские вещи. Каждый оттиск делан при присутствии автора. Каждая работа подписана. Их не может быть больше, допустим, 15. Эти 15 работ первые только считаются авторскими. Это потом стали подписывать 100, 250 листовые. Все они авторские. А в советское время было очень строго. В 20 веке советские графики очень четко соблюдали это правило. Выставка будет работать до конца марта. Графика не любит долгого общения со светом. Галина Белоусова, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Зима заканчивается, а за окном новые погодные испытания. В виде гололеда Вера Данилиди расскажет, в чем опасность и сдаст природные рекомендации на эти выходные. И самое главное, как встретим весну. Ростов, всем привет. Сегодня на работу я скорее не пришла, а прикатилась. Погода очень неоднозначная и опасная. Ночью прошел дождь, и вот с утра гололед. Причем лед очень тонкий и практически незаметный. Ты начинаешь все осознавать, когда, собственно, уже катишься. Так что, друзья, пожалуйста, сегодня будьте очень внимательны и осторожны. Плюс окончательно победил минус на термометре 1 градус. Правда, пока ощущается еще как минус 4. Ветер дует со скоростью 5 метров в секунду и влажность 99%. Вот такой получается серый, скользкий и мокрый день. Совсем уж не похож на зимний. На весенний уж подавно. Скорее какая-то осень получается. А я напоминаю, что эта пятница последняя пятница этой зимой. И выходные тоже последние. Так что подумайте, как вы их проведете. Субтитры создавал DimaTorzok Выходные погоды будут не сильно отличаться от пятницы, но тенденция к потеплению. Сегодня ночью за окном плюс 5 градусов, а завтра днем плюс 6. Все это с дождем, так что обязательно берите с собой зонтик. Влажность по-прежнему высокая – 94%. В воскресенье дождь будет срываться при солнце, а к вечеру все присыплет снегом. Хотя минусы синоптики не обещают. Днем плюс 4. Новая неделя, а значит и весна, начнется пасмурно, но без осадков. Ночью плюс 1, а днем воздух прогреется всего лишь до плюс 4. Магнитное поле все эти дни будет спокойным, атмосферное давление поползет вверх в понедельник. Вот такие прогнозы. Желаю вам хороших выходных, отлично встретить весну, ну и, конечно, находите поводы для улыбки. Всю неделю с вами была я, Вера Данилидия. Пока-пока. Расставляли акценты для программы «Ростов-главная» команда телеканала «Первый Ростовский» и я, Анастасия Натальевич. Давайте сосредоточимся на главном вместе. Присылайте свои идеи, новости, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте 1Rostov.tv. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин